23 июля 2018 года Вы заметили, друзья, что какое-то время назад наш мир буквально перевернулся. Он перевернулся с ног на голову, и мы теперь живем в Зазеркалье, о котором я говорила еще в нескольких роликах. Посмотрите мои ролики о кроличьих норах, о Зазеркалье. О трех кроличьих норах я говорю. Ну, давайте сегодня поговорим вообще о нашем мире. Вы заметили неадекватность всего того, в чем мы живем? Я не лидер, конечно. Я не могу вас ни к чему призывать. Я могу только анализировать, скажем, такого лидера, как Навальный, который сегодня необходим молодежи. То есть не он конкретно, а вообще лидер для молодежи необходим. Потому что правительство понимает, как только достигнет оно нулевой точки в вере этому самому правительству, нулевой точки терпения народа, причем именно молодежного терпения, то в таком случае молодежь, конечно, встанет. Она встанет, помните, как бунты у нас были крестьянские, когда брались за вилы. Но это только сказки, это только где-то там в истории. А на самом деле, чтобы вот этого не произошло. И есть у нас лидеры молодежные, которые ведут за собой молодежь. Это не значит, что они полностью неправы. Нет, они правы. Они дают правильное направление вроде бы молодежи. Я говорю в данном случае о Навальном. Но, к сожалению, Навальный не действительный лидер молодежи. Его обкатали для этой роли и для этой цели. И он ведет молодежь, но куда? Ну, конечно, как баранов на бойню, а куда же еще? На самом деле, никаких нормальных требований не выдвигается там. И я, опираясь на одну статью, хочу вам рассказать сегодня о том, что все-таки мы неправильно живем. Или вот посмотрите выступление нашего президента. Но не надоело ли вам смотреть на такого вот Путина? На самом деле, ненормальный, неадекватный, вечно мнущийся, вечно жующий свои губки. Но это не в порядке. Это не в порядке именно психологическом. Как может такой человек стоять на троне, управлять народом? У меня есть где-то перед этим тоже ролик, где я говорю о лилипутах во власти. Моя лилипуточка, приди ко мне. Ну, в принципе, это так же. Гулливер – это народ, которым управляют лилипуты. Как мы можем и сколько это может продолжаться, я не знаю. Я не знаю, насколько хватит терпения народного. Но я единственное, что знаю, что как только терпение достигнет нулевой точки, народ вздрогнет. Ну, а с ним вздрогнет и наше правительство, которое, конечно же, убежит на Запад. А для того, чтобы не убежать на Запад, а для того, чтобы управлять, и вот такие силки из разных законов сегодня надеваются на человеческую душу. Да-да, я не оговорилась, не только на тело, но и на человеческую душу. Ведь заставляя нас лгать самим себе, правительство таким образом надевает силки на наши души, заставляя нас молчать, когда соседа бьют и отнимают у него детей. Правительство заставляет нас надевать силки на наши души, заставляя нас забывать зимнюю вишню. Правительство заставляет нас надевать силки на наши души, заставляя нас свободно и спокойно смотреть в интернете о том, как какого-то парня избивают в тюрьме. Опять-таки мы молчим и заставляет правительство надевать нас силки на наши души. Нам даже показывают пытки из тюрем. Вы думаете, это просто так вот вышел такой вброс о том, что какого-то заключенного бьют по пяткам, причем такая дюжина придурков бьет его, колотит по пяткам. И не просто колотит, да, он, видимо, уже в отключке. Они его обливают голову водой и заново его колотит, и народ молчит. Нет, мы не встали и не сказали, что вы делаете с народом. Нет, нет, никто этого не сказал. Народ терпеливо молчит и ждет следующего. Подкатывайте следующего. И так будет до бесконечности. Стадо ведут на убой. А, конечно, кого вести первым? Только самых молодых, только самых умных и только самых смелых. Тех будут вперед. По первости их будут, знаете, такой, как первый легкий снежок. Их будут сметать, сметать веничком с дороги. Правители, которые управляют сегодня народом. Народ ему, может быть, не по зубам. Но это мы так думаем. Сидя на диване и смотря комментарии, я, конечно, вижу, что народ так лихует. Он лих на коне. Но конь-то какой? Виртуальный, конечно, конь на виртуальный. Кто из вас сел на коня и сказал, что... Знаете, мой один знакомый, он вырос в Лозане, в городе Лозана, в Швейцарии. Имя ему Иосиф Прут. Это такой был известный сценарист в России. Ролизник веков. Так вот, он сказал мне, что к нему однажды, в 18 лет, когда он закончил школу в Лозане, Коль-Новэль, к нему пришли и сказали, Родина ждет тебя. Вперед в Россию. И он поехал. Во второй конной воевал Буденного. Давил босмачей. Но теперь мы знаем, что это не босмачи, а что это была другая цивилизация, которую нужно было уничтожить и разорить, полностью смести с лица земли. Для чего? Ну, для того, чтобы упыри сели вам на головы и сосали вашу кровь. Я хочу опереться на некое сообщение, знаете, крик души одного человека в Фейсбуке. Скриншот я обязательно дам. Вы посмотрите, если вам, кому это интересно. И он пишет о том, что он давно заметил, что мир какой-то перевернутый. Огромные деньги зарабатывают не учителя, а наркобароны. В почете не любовь, а секс. Мы не производим товары, чтобы помогать, но делаем их для заработка. В наше сегодняшнее время этот мир абсурда особенно проявляется. Ничего ужасного, конечно, в этом нет. Но тут возникает вопрос, как бы не потеряться в этой вселенской игре под названием эго. Эго ведь это не тетка с косой и не демон или демон. А эго это такая игровая площадка. Действительно, мы все играем. Вся наша жизнь это игра. И вообще жизнь-то у нас виртуальная. Однако же нам больно в этой жизни. Если бы это просто была виртуальность, нам больно в этой жизни. И проблема, конечно, не в самой жизни, этой самой виртуальной. Если бы ее не было, в самой виртуальности жизнь мы перестала наша существовать. И проблема в том, что мы заигрываемся. Мы забываем возвращаться в себя, в свой родной дом, в свое духовное состояние. Не нужно переставать хотеть побеждать, но нужно уметь в последний момент подать руку оппоненту и не дать ему почувствовать проигрыш. Ведь вы и есть тоже оппонент. На одной стороне оппонент и на другой стороне оппонент. Не нужно лишать себя бокала стоящего хорошего вина, но не нужно ждать от него услады. Не нужно запрещать себе секс, как фантастическую аскезу, но нужно быть, знаете, в момент, когда, чтобы секс не затмил вам разум. Ведь когда секс затмевает разум, человек теряет, ну, не то чтобы почву под ногами, а он теряет ориентацию жизни. Он не понимает, где его жизнь на самом деле. А ведь молодежь нашу, с чего я начала, молодежи ведут именно к сексу. И вот эти вот лозунги сексуальности, они, конечно, все время впереди планеты всей. То есть идут впереди молодежи, и молодежь считает, что это так и нужно. Но разум, забывается разум, который должен превыше всего стоять. Есть такой фильм «Брат», где главный герой говорит, сила не в деньгах, брат, сила в правде. Вот может быть сейчас настало такое время, как раз нам понять, что сила в правде, а не в деньгах. Потому что руководство нашей страны нам внушает, что сила как раз в деньгах. Почему? Потому что деньги – основа порабощения человечества. Ведь еще не так давно этого мы не слишком замечали. А сейчас мы понимаем, что без денег мы все нули. Что без денег мы просто стадо баранов, которое не может за себя постоять, не может сказать о себе ни одного слова в защиту. Потому что нет денег. И нас приучили так, что от той нашей правды нет радости нам. Потому что правда стала запрещенным. Это, знаете, как помните, то самое яблоко в раю, когда Адам решил все-таки попробовать это самое, или Ева, это самое яблоко. Ну вот они захотели знать правду. А почему бы и нет? А почему нам все время внушают, что не должны были они попробовать то самое райское яблоко? А что мешает попробовать? Нас постоянно учат. Вы не должны это, вы не должны это. Почему нельзя пробовать райское яблоко? Скажите, если в нем правда, если попробовав это самое яблоко, они узнали правду. Это как та самая таблетка. Помните в матрице возьми красную или возьми синюю. И ты узнаешь правду, если ты захочешь. Но если ты не захочешь, ты не узнаешь той самой правды. Это твой выбор. Но так же и здесь нас сегодня учат. Вот ты познаешь деньги, большие деньги, путем предательства, путем насилия, путем, извините меня, палки в зад, когда это делают менты, на каждом шагу, путем извращений, путем воровства. И это правда, которую ты познаешь, вкусив вкус денег. Это та самая правда. Вы не хотите этих огромных денег, вы хотите просто жить спокойно и нормально. Но вам не дают жить спокойно и нормально, потому что вас заставляют вкусить те самые деньги, о которых вы и не хотите ничего знать. На самом деле, ведь большая часть нашего народа не хочет вот этих громадных денег, большая часть нашего народа не хочет продавать и предавать своих родных, близких, друзей. Но их заставляют это делать. Заставляют путем отсутствия правды. Как ни странно, да? Знаете, бывает, что правды нет долга в нашем обществе. Никто ее не способен сказать. Даже те военные, генералы там Лебедь вел за собой еще кто-то, да? Они не могли до конца сказать ту самую правду. Они знали много, больше, чем они говорили. Гораздо больше, но они не могли ее сказать народу и в результате они все равно закончили с пулей в затылке. И вот это состояние, когда отсутствие правды долго наблюдается в обществе, это, знаете, как бы отсутствие якоря под нами самими. То есть мы понимаем, что жизнь-то другая, что она действительно неадекватная вокруг нас, а когда нет правды, ну тогда и нет и якоря, который бы вас приземлил немножко, который бы вам показал реальную правду и реальную вашу жизнь. Поэтому, конечно, на мой канал люди подписываются и приходят, чтобы узнать ту самую крошечку правды, которую возможно сказать в нашей жизни. Хоть по чуть-чуть, но можно сказать. Ведь вера в правду это и есть наш жизненный якорь. Если ее нет, конечно, тоже вроде ничего страшного, просто нужно ждать, когда появится тот самый человек, который скажет вам правду. Самое главное здесь, знаете, не идти слепо на поводу, на поводу ни своего эго, ни вот этих насаженных вам извне желаний денег, секса, воровства. И как можно вернуться к себе? Как можно вернуться к себе, когда ты не знаешь, где же ты стоишь на самом деле и где тот твой дом? А загляните себе в душу. Не обращайтесь вы к тем блогерам, которые пишут о каком-то там родноверии, там еще что-то. Вы понимаете, все это изучать и во все это окунаться с головой очень тяжело. Просто к себе вернитесь домой, вспомните свою мать, своих дедов, свою землю, где вы выросли и как хорошо вам было кататься на санках с горы. Как вы смеялись, как вы играли в снежки. Это та самая настоящая жизнь. Может быть, она тоже матричная и, конечно, она матричная, но она другой матрице принадлежала. Это самая жизнь. Нам сейчас с вами создали иную, новую матрицу, где у нас забирают правду и у нас забирают, знаете, стабильность, на которой мы стояли. Почему мы вспоминаем 70-е годы с таким вот благоговением? А ведь, между прочим, когда Брежнев уже был стар и болен, он хотел уйти со своего поста, он реально хотел уйти. Я, как человек, который немножко знал о его семью через его родственников, я слышала эти разговоры, что он хотел уйти со своего поста. Однако же, вот все это окружение, комарилья, она ему говорила, ни в коем случае, потому что мы потеряем страну. Тогда в чем была правда? Ведь понятно было, что в руководстве партии и страны уже были люди, которые как коршуны сидели и ждали, пока умрет Леонид Ильич. Почему они ждали, пока умрет Леонид Ильич? А потому что Леонид Ильич был под крышей Елизаветы II. И пока жив был Леонид Ильич, то нельзя было сделать в этой стране ничего. И как только он умер, вот тогда путы и, скажем, бинокль Елизаветы II, в том числе и зонтик упали с России. И тогда можно было как коршуны растаскивать страну. А потому что это было слово Елизаветы II Леониду Ильичу. Но, естественно, как только Леонид Ильич умер, а договоренности были такие, то, как вы понимаете, и зонтик Елизаветы II рухнул. Поэтому все окружение Леонида Ильича, зная тайны Мадридского двора, они, конечно же, просили его не уходить. И он держался до тех пор, пока он мог держаться. Но скажите, пожалуйста, почему он так вдруг быстро одряб, почему он перестал разговаривать, почему его здоровье, при том, при всем, что за ним наблюдали лучшие врачи России, так быстро угасло. Почему? Почему его жена еще жила хорошо и замечательно, и все было нормально? То есть я хочу сказать, даже люди его возраста, а ведь он был совсем не такой уже старый, чтобы говорить о том, что он должен быть шам. Понимаете, мы говорим о человеке, который находится под контролем лучших врачей. Нельзя думать, что вот возраст там 84 года или 78 лет, да, что это возраст предел. Да нет. Человек может управлять страной и быть в совершенно здравом уме, если у него хорошее здоровье. Но уж, а если за ним не смогли досмотреть врачи, ну, то тогда другое дело. А врачи не смогли досмотреть. Тогда мне вспоминается дело врачей, которые Сталин выводил на поверхности, судил. И это тоже может быть. Такие факторы тоже могут быть. Просто Леонид Ильич в это время действительно был стар. И он уже мало кого интересовал. И в таком состоянии шамкающего рта он уже, вероятно, и Елизавету Вторую не очень-то интересовал. Потому что она в силу логики своего ума она понимала, что такой человек уже не может стоять у власти и управлять большой державой. А СССР это была держава, поверьте, над которой контроль держала Елизавета Вторая, то есть Великая Британия. Советский Союз не просто так жил в мире и спокойствии. Но об этом я вам расскажу еще в следующем ролике, чтобы понять до конца, что же происходило с Советским Союзом и почему тогда была стабильность, а сейчас у нас воровство и такой разгул воров и бандитов в нашей стране. А ведь действительно в нашей стране разгул бандитизма. Все сферы власти включают в себя бандитизм. И почему это произошло? Почему вдруг наша матрица и наша виртуальная реальность вдруг так сильно изменились после смерти Леонида Ильича? Расскажу в следующих роликах. Я Таня Карацуба Сиитбурха. Сиитбурха 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 Сиитбурха